Коллеги по российской сборной успели снять на телефон лишь пару кадров финального боя и момент триумфа Адама Хабилаева. Судья поднимает руку, объявляя его чемпионом мира. Но сам он больше вспоминает полуфинальный бой с американским хэквондистом. Он говорил, что он весит 97 килограммов. Мне кажется, он за 100 переваливал, на голову выше меня. Такой бычок. И мы начали с ним бороться. Бросок через бедро провел, решил показать классику, на болевой вытянул. Но он обладал такой физической силой, просто как пресс-машина, он из-под меня вылез и под себя меня подмял. Как выбрался из стальной хватки американцы не помнят, но бороться с ним больше не стал. Тэквондовец все-таки ударный, чем и воспользовался Адам. Чистой силе противопоставил холодный расчет. Чистой силой можно взять, но в основном преобладает, когда ты головой думаешь. Когда ты там уступил, а здесь ты его перехитрил. Работать головой чемпион Хабилаев учит и своих учеников. Все, что сумел и что не получилось на соревнованиях, сразу показывает им, чтобы учились на его ошибках. На него ставишь, на него как бы и раз по себе все положил. Думаю, хитрые все надо, не надо силой брать. То, что их обучает играющий тренер, ребятам импонирует. Нередко вместе с ним и в соревнованиях участвуют, что немаловажно для поддержания духа. Есть кого брать пример. Можно наглядно увидеть, как нужно выступать, как себя вести, как нужно выглядеть перед другими. Ну, он требуется, но никогда не дает ему расслабляться. Не дает расслабляться и себе. В прошлом году на Кубке мира Адам Хабилаев стал вторым. В этом году первым. В следующем рассчитывает закрепить успех. Снова поедет представлять Россию, Татарстан и родное Динамо, чтобы ученики видели, к чему надо стремиться. Когда я выступаю, я хочу быть тоже чемпионом пары Теквандор. Все, пропустил. Роман Королев, Андрей Корсинский, телеканал Татарстан. Новый век.